Всем доброе утро! Сегодня у нас 19 июля, вторник. Начинаем день с завтрака. Всем приятного аппетита! Всем привет! Везем Соню и маму в Войню Дэм. Как раз посмотрим, как выглядит их лагерь. Вот так выглядит здание лагеря. Детская площадка, качели, карусели. Тут они прожили 4 месяца. И еще неизвестно, сколько времени тут дети проживут из города Торецка. Вот это справа мебельная фабрика. Здесь тоже работают переселенцы с Донбасса. Маленький городок. Даже, я не знаю, может быть, это и не городок, а деревня. Это местная мэрия. Здесь оформляются все документы. И вот магазин и есть один. Тут направо, по-моему, да? По-моему, да. Да? И вот магазин ТОП. Тут нас лагеря все ходят сюда. Минут 40 пешком, чтобы скупиться. Памятник прищепки. Интересно. Все, войнеды закончились. И начинаются поля. 17 километров до Преякуле. А вот уже начинается Преякуле. Сейчас нам по кольцу направо. Красивое здание. Петушок на крыше. Вот это местная больница. Преякулись с Лемника. Зашли в магазин местный. ТОП называется. Хочу вам алкоголь показать цены. Бакарди. 23 евро. Балантайчик. 18-19. Джемисон. Акция сейчас. Маленькая брюка. 12-99. Джим Бин. Большой. 29 евро. Маленький. 14 евро. Рэд Лейбл. 26 евро. Балантайс. 18. И вот еще там. Что тут еще интересно есть? О, коньяки по 10 евро. Вот коньяки. Арарат. 18. Водка в Финляндии по 21 евро. Водка, которая попроще. 9,49. Это маленькая. Да, 6,99. Вот для какая водка интересная. Водка в Финляндии по 5,6, по 9 евро. Водка в Финляндии по 5,6, по 9 евро. Водка в Финляндии по 5,5 евро. Шампанское. Почему у нас шампанское? Мартини 6,99. Водка. 3,39. Подешевле. Ликерчики всякие. Егермейстер 13 евро, Малигу 12,99, Бейлис, ого, Бейлис, дорогой, да, 20,49, что тут еще интересненькое, ну, всякие вот эти сидры, мохиты по евро. Вот это типа сидра, не типа, это сидр, евро 0,9, евро 19, кальцберг 89 центов, вот по евро пиво какое-то, ну, пиво тут, корона евро 29, вот сидр по евро 59, мороженое, ну, цены на мороженое тоже есть, разные, мороженое, конечно, очень вкусное. Вот тут творожок стоит 400 грамм, 2,45, кефир. Вот, кефир, евро стоит, акция. Девочки, прокладки стоят 4 евро. Тампокс, 16 штук, 3,69, зубные пасты, кстати, есть Рокс, а тут есть Рокс. В Латвии Рокс есть. Это жидная паста российская, ее в Украине нет. 4,35 аж стоит. Вот это отбеливающее. Есть отбеливающее, а это с кальцием. А, вот еще есть, вообще, 9 евро отбеливающее. 9 евро это, ого-го-го, 360 гривен. Ну, пусть 300 гривен. А у нас она стоит 150-160 гривен. В два раза. Ну, так вот. Вот, я думала, сейчас куплю, не буду покупать. Кошачьи пакетики. Для котиков пакетики. Пакетики. А вот дешевле есть, вот они. Феликс, 45 центов. Вискос, 59 центов. Вот у них есть вот такие акции. 4 пакетика по евро 69. Ну, Феликс, получается, самый дешевый. Да. Шеба 79, 75. Вот здесь какая-то такая канцелярия, свечи. Вот тут тетрадки тоже продаются. Это коврик для мышки, ты смотришь. Ну, выбор для животных тут хороший в этом мазе. Немного тут всего. Всякие вкусняшки для собачек. Ну, и какие серьги красивые. Тоже маринованные ножки, 4,55. Вот куриные крылышки, 2,99. Нет, по весу просто лежит. Оно же не его сырочки. Хороший, кстати, творожный сыр. Вот эта раса, которую мы купили, очень вкусная. Там все вот и по евро. В Латвии тоже есть почтоматы, видите? Венни Пак. Как у нас на новой почте. Только название Венни Пак. Зашли в магазин, который находится здесь. Хозяйственный. Вот купили ополаскиватель для стирки. Полтора литра, 2,60. Это для полов. 2,05. Тут большая тоже емкость. Сколько тут? Полтора литра тоже. И порошок взяли маленький. Евро-10. Но мы с мамой так подумали, что лучше все-таки, ну, вот этот из расходов и выгоднее покупать большую упаковку. Ну, этот закончится, тогда купим большую. И вчера родители, по-моему, я вам не показывала эту швабру. Купили швабру маленькую такую. Вот. И на нее надеваются сверху такие мочалочки. Я прошла всю квартиру. Вот видите, какого она цвета стала. Ну, это неизбежно. Ребята. Во-первых, паркет был здесь. А во-вторых, мы же тут и вещи перебирали, и коты у нас. Поэтому до идеально белой бумажки, мне кажется, никто не домоет полы. Здесь в комплекте идут вот такие сухие бумажечки. Вот они надеваются. Ну, они не бумажки, неправильно сказала. Такая, как... Вот даже не знаю, какая фибра. Вот такая вот тряпочка тоненькая. И в наборе идут в подарок шли со шваброй три вот таких мокрых. Одну я израсходовала. Они пропитаны таким пахучим средством. И мы посмотрели в магазине, продаются большие такие упаковки. Там по 50, по 20 штук влажных. И они вот надеваются на эту швабру. Ими можно мыть и окна, и полы. А потом как бы сначала мокрой, а потом уже сухой протереть, чтобы не было разводов. Но я вам хочу сказать, что даже когда я мою мокрой, разводов нет. Высыхает все замечательно. Вот. Я ее вот помыла. Мне кажется, она еще на один раз пойдет. Не надо ее сразу выбрасывать. Хорошо все она отмывает. Так что и купили обычную тряпку половую. Пусть будет и такая, и такая. Это и быстро. Так чуть-чуть пробежался, пособирал волосню вот этих товарищей. Да? Шиба. Шиб. Скажи привет, привет, зрители. Привет, привет. Ты популярный котик. В каждом видео есть Шиба. В каждом видео есть Шиба. Как же без Шибы? Да, конечно. Без Шибы никуда. И Алиса. Алиса. Оба. Все. Я устала, скажи. Ходила, ходила и устала. Вот. Но одна не хочу. Хочу быть в обществе, в коллективе. Да? Отлично. Ребята, спасибо вам большое. Вас каждый день прибавляется все больше и больше на канале. Зрителей. Спасибо каждому за ваши подписки, за ваши комментарии, за ваши лайки. Это очень-очень приятно. От чистого сердца благодарю вас всех. Хочу у вас предупредить всех, что в нашей жизни сейчас будет происходить изменения, ну, такие глобальные, я бы сказала. И не все я буду озвучивать. Пожалуйста, наберитесь терпения. И если у нас все получится, как мы задумали, я обязательно вам все расскажу поэтапно. Вот как я рассказывала, как мы проходили таможню. каждую запятую. Точно так же я и расскажу о том, что мы планируем сделать. Если получится, вы это увидите и узнаете. Просто в последующих видео будет немножко не совсем все понятно. Но я пока останусь в тишине, не буду это озвучивать. Хорошо, ребятки? И на комментарии, которые будут возникать, пока не буду отвечать. Латвия прекрасная страна. Вообще Европа порадовала. По крайней мере, чистотой, прекрасными дорогами, аккуратностью. А вот Латвия удивила, насколько здесь открытые, добрые, пытающиеся помочь даже в мелочах люди. Идут навстречу, пытаются разговаривать на русском языке. Ну, понятно, они тут более взрослые люди в возрасте, они понимают русский язык. Остатки Советского Союза, как говорится. Очень внимательные, понимающие, внимательные, пытающиеся помочь. Чтобы максимально комфортно произошла адаптация к жизни Латвии. Спасибо им за это большое. Гостеприимно встретила Латвия. Дай Бог, чтобы так и было. Мама с Сонечкой находятся в лагере. Они сегодня там будут. Папа пошел по делам решать вопросы. Я на хозяйстве с котами. Промыла опять пол только что. Убрала посуду, помыла посуду. Мы с папой пообедали, борщик поели, сосиски и овощи. Завтрака пооставались, мы их доели. И попили с папой кофе. Кстати, я не показала, мы купили в ТОПе магазин. Такой маленький ТОПик. Мы купили вкусное печенье. Стоило оно евро 60. 350 грамм. Вот такое печенье. Оно нежное, нежное, песочное. И мармеладка там такая. Вишневое. Очень вкусное печенье. Вообще, выпечка тут, конечно, шикарная. В Латвии эти все слойки. Кексы. Пирожные. Обалденный творог. Великолепный. Сметана вкусная. Вообще, продукты хорошие. Ничего не могу сказать. Хорошие продукты. Да. Кися со мной согласна. Так что, ребятки, живем дальше. Настраиваемся на позитив. А там как получится. Хорошо. В Торецке снова страдала сегодня забалка. Ужасно. Опять выбиты стекла, разорванные рамы. Забалка получает каждый день. Поразбивали уже ползабалки. И Краматорск сегодня, конечно. Вообще, жесть. Там есть погибшие. И вот по поводу Торецка. Я в соцсетях прочитала, что все-таки погибшие есть вчера. Возле центральной шахты, когда был прилет. Там есть погибшие. Кошмар. Просто кошмар. Честно, ребят, вот я поражаюсь людям, которые до сих пор находятся в Торецке. Их силы, силе воли, я просто поражаюсь. Насколько они сильные, морально, духом. Это выдержать просто невозможно. Нормальному человеку это выдержать просто невозможно. Жить в этом страхе. Просыпаться с 5 утра от взрывов, которые тебя просто сметают с кровати на пол. Бояться дышать, бояться передвигаться куда-либо. И постоянно в ожидании вот этого ужаса. Нервная система, я не знаю, как выдерживает у этих людей. Фу. Дай Бог, чтобы они все выдержали. Силы им большой. Терпение им большое. И чтобы мир наступил как можно быстрее. Чтоб этот ад закончился весь. И все, кто в этом виновен, понесли наказание. Это здание местной мэрии. Тут решаются все организационные вопросы. Ребята, это видео для тех, кто решил эвакуироваться из Украины в Латвию. По приезду в Латвию вы должны пойти в местную мэрию в том городе, в котором вы остановились. И подать документы для оформления вида на жительство. Оформляется буквально в течение 2-3 часов. Многие знают русский язык, поэтому в этом проблем у вас не будет. Затем, через несколько дней, вы приходите, подписываете документы. И, в принципе, на этом вид на жительство оформлен. Какие социальные выплаты выплачиваются для тех, кто эвакуировался в Латвию? Одноразово выплачивается 272 евро и 3 месяца выплачивается по 109 евро. Если вы планируете трудоустроиться в Латвии, то вам единоразово выплачивается сумма в размере 500 евро. И потом вы уже получаете заработную плату. Вид на жительство дается вам на год. Если в течение года вы трудоустроитесь, то есть вы платите налоги в стране, то вид на жительство продлевается еще на 2 года. Вот это такое информационное видео для тех людей, кто соберется эвакуироваться в Латвию. Полезная информация. У меня полдник. Морошка. Какое оно вкусное, ребята. Ой, калорий вообще не считаю. Ем все, что хочу пока. Ребята, еще информация для переселенцев в Латвию. Забыла сказать, что 3 месяца вам будет выдаваться гуманитарная помощь. Это хозяйственные товары для гигиены и продукты питания. По коммунальным платежам, ребята. По крайней мере, могу вам сказать цену на электричество. 1 киловатт стоит 25 центов. Да, это очень дорого. Но мне тут экономят свет очень сильно. Ну, вот в среднем получается где-то 100-120 киловатт в месяц расходуются. Это она так сказала. Но опять же, все это индивидуально. 3 месяца государство Латвии оплачивает коммунальные услуги переселенцам. Вот это огромный плюс. Интернет стоит в среднем 20 евро. Хорошая скорость. Возле дома прям стоит эта вышка. Поэтому связь будет очень хорошая и быстрый интернет. Бензин я уже, может быть, не говорила. Повторю еще раз. 2 евро. Евро 94. И что понравилось, счетчик на электричество распечатку делает на все дни. То есть не надо никуда ехать, нигде и никакие бланки заполнять, как у нас в конце месяца пишешь показания счетчика. Здесь служба по свету видит, сколько ты каждый день расходуешь киловатт. И можешь зайти в свой кабинет и посмотреть, сколько в день ты потратил электроэнергии. Либо на счетчики посмотреть. Все, тебе просто счет присылают за месяц. И у них месяц каждые 15, каждого 15-го числа. То есть вот 15 июля, следующий будет 15 августа. И мы увидели, сколько киловатт мы каждый день потратили. Очень удобно. За воду только, вот я не знаю, как у них там вода считается. За это не могу вам ничего сказать. Ну, карплата стандартная сумма. В общем, она сказала, что в среднем получается в самый... Хозяйка. В среднем самый холодный месяц коммунальные платежи плюс свет полностью. Все будет где-то 300 евро стоить. Вот так. В принципе, ребята, это та же самая цена, что в Киеве. Если вот 7 тысяч где-то стоит съемная квартира, и где-то 3-3,5 стоит коммунальные услуги. Вам десятка этажей получается. Те же 300 евро. Грубо, да? Время пить кофе. И вот такие конфетки. Ой, какие они вкусные, ребята. Вот фирма. Очень вкусный, хороший шоколад. И тут как мелкая крошечка такая... Ореховая. Время ужина. Приготовили салат. Редиска, помидор и капуста. Заправила, как обычно, лимонным соком, уксусом и подсолнечным маслом. Огурчики соленые. И мама нажарила вкусную картошечку с колбаской. Приятного аппетита. Ребята, все эти видео, которые выходили до, я монтировала за счет мобильного интернета. Очень много гектар потратила. Но финансово, конечно, это очень тяжело. Но ничего. И сегодня вечером нам подключили уже Wi-Fi, интернет. Около 20 евро в месяц, получается, этот интернет стоит. И сегодня я уже буду монтировать влог на ноутбуке. Мне будет проще. То я в телефоне монтировала. Маленькой программе неудобно было мне очень. Сегодня я уже полноценно буду монтировать. Вот. И я надеюсь, что влог выйдет, как обычно, под утро, ночью. А не как сегодня вышел вообще там в 9-10 утра. Долго очень грузится. Медленный интернет мобильный. Очень медленный. А видео одно весит 4-5-6 гектар. Чтобы вы понимали. Качество, когда хорошее, загружаешь. Телефон снимает в хорошем качестве. Потом выгружается на YouTube. И намного сжирает трафика. По-турецку, ребята, сегодня с утра было громко за балкой. Есть повреждения зданий. Но не жилые дома, слава Богу. И жертв нет. А так, в основном, сегодня день прошел относительно спокойно. Слава Богу. Поэтому всем желаю спокойной ночи. Добрых снов. Мирного неба. И до завтра, ребята. Всех обнимаю крепко-крепко. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова